Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала Сместного Зарбаба, мы продолжаем проходить кампанию Railway Empire. Ну что ж, мы с вами остановимся на том, что соединяем сейчас морковную ферму овощную с Толида, надо будет тогда сейчас вот здесь как-то на самом деле пустить поезд через эту вот ферму, либо ее полностью как бы объехать, да, либо все-таки соединить. Как бы лучше сделать. Потому что если будет затор, да, будет не хватать кукурузы, он будет здесь ждать до конца, пока не загрузится. И вот в этом будет минус. Либо пустить еще один. Вернее, не пустить, а создать, допустим, увеличить. Здесь расширить депо. Так, да. Пока как-то так. Как-то так и... Теперь надо будет сейчас все это дело здесь соединить. Так, мне надо, чтобы так, чтобы была прямая дорога. Ладно, пусть будет примерно как-то так. Здесь тоже это дело соединяем. Так, смотрим, значит... Здесь ставим запрет. Здесь ставим запрет. Так, подожди, здесь... Теперь надо будет так же дорогу соединить. Наверное, не отсюда начнем. Начнем отсюда. Если честно, то здесь, в принципе, особая роль-то не играет. В каком направлении будет двигаться, да, локомотив? Ну, как бы, чтобы соблюсти уже... Опять новый рекорд. Отлично, молодцы. Мы прям рекордсмены. Запускаем. Только грузы. Тоже, опять же, максимальная погрузка. Так, и ждать свободных путей хорошо пусть ожидает. Может быть, нам как-то здесь соединить? Потому что здесь, получается, загруженность 96%. Она будет еще увеличиваться, эта загруженность. Ну, бесполезно, да, как-то здесь соединить. Да, офигеть. Просто офигеть. Ладно. С этим пока заморачиваться не будем. Потом посмотрим. Что у нас еще? Осталось еще одно предприятие. Осталось еще одно предприятие, которое надо будет соединить. В принципе, можем соединить здесь мясную ферму, чтобы она просто была, да и все. И будет все задействовано. Либо здесь... У нас, получается, глина, да, наверное, скорее всего. Но здесь ничего этого не требуется. Да, это глина, нет спроса. Сюда можно возить железо и уголь. У нас железная шахта, в принципе, уже вот как раз соединена, да? Наводить сюда железо. Это, конечно, будет... Такой нелегкий маршрут, я так скажу вам. Ну, это, в принципе, все осуществимо. Это, в принципе, все осуществимо. Так, этот грузится. Толида пока еще... О, кстати, у нас сейчас как раз хватает с вами деньжат. Мы можем соединить, как я и хотел, уже давным-давно дерево. Так. На тогда второй путь. Вынужден признать, что результаты говорят сами за себя. Это железнодорожная сеть впечатляет. Примерно вот так поставим. Значит, локомотив. Настроить путь только грузы. Максимальная погрузка. Обязательно. Ну, и в Толида. Наконец-то поехало дерево уже. Сколько уже можно-то? Сам по себе растет. Пусть растет. Так, у нас что там с тканями? Ну, ткани возят хорошо. Пиво вот пока что-то не очень сильно возят. Почему? Потому что пива здесь не хватает. Хорош имеется. Надо будет нам, получается, здесь с вами расширяться. Расширение стоит 400 тысяч. У нас таких пока деньжат нет. Заем я взять уже не могу. Мне еще тут 28-27 недель ждать. Хорошо. Можем, в принципе, подождать. Что у нас с конкурентом вообще? Ситуация как обстоит? 5 миллионов, да? Слияние 4,5 стоит. Акция с 1% это уже 30 тысяч стоит. Да, неплохо. Молодец. Что по очкам инноваций? Куда бы их с вами нам пустить? Вот этот бы груз, конечно, да? Разблокировать. Стоимость билетов. Посылки. Ну, не то, не то. Вот здесь может, конечно. Ну и давай в стоимость билетов тогда, чтобы здесь уже открыть. Хорошо. Так, по персоналу. У нас охранник имеется. Ну и всякий, допустим, изобретатель. 90 очков за 100 тысяч. Не, пока не будем заниматься, ладно. Когда я начинал, у меня было только маленькое суденышко. Переправлял пассажиров и грузы между Стейтон Тайлендом и Манхэттеном. Вот так я и заработал себе репутацию. И да, вот так я и получил прозвище Комодор. В то время мне было 16 лет. Так, мы можем с вами расширить. Отлично. Так, 3,2. Опотребляем мы здесь в городе 1,2, да, пиво? То есть, в принципе, должны быть излишки пойти. Должны пойти излишки. Так, Толида. Когда я только начинал, никто не принимал меня всерьез. Корнелиус и семьи голландских крестьян, что эмигрировали в Америку. Но я им всем показал. Молодец. Красавчик. Всем он все показал. Так, это поломка. Проблема, что он сломался. Проблема в том, что он сломался, зараза такой. Все, наконец-то починился. Поэтому такое столпотворение. Еще бы одно предприятие, да, подключить? Ну, давайте просто мясо подключим, да и все. Просто, как говорится, чтобы было, да? Игра ли это для меня? Вся наша жизнь игра, дорогуша. Мне не в эту сторону надо. Мне надо вот сюда. А, так все, отлично выполнил, да? Осталось еще чуть-чуть подключить 250 тысяч жителей. Можно будет какой-нибудь городок еще задействовать. Нам, в принципе, уже и надо соединять Сент-Луис, Луисвилль и Чикаго вместе. Тогда надо будет сейчас здесь Чикаго развивать. Расширять, вернее. Станцию. Наверное, придется ее по максимуму расширить. Так. Как-то не особо хочется его покупать, но да ладно. Вряд ли она будет его покупать, так что... Аукцион мы с вами выиграли. Да. Что ж, у меня этот лод не вызвал интереса. Да я так и понял. Но рада, что тебе хоть в чем-то удалось победить. Я так и понял. Для разнообразия. Так, Чикаго. Давай развойся Чикаго. В чем проблема-то твоя? Пива нет, да? Если будет пиво, то и будет развитие. Ну вот и уже пошло. Пошло пиво развиваться. Хорошо. Как раз вот еще везем пшеницу. Так что нормально. Так, 100 очков. Куда бы их потратить? Скорее, это обслуживание поезда на 20%. Давай сюда. Теперь надо бы 200 копить, чтобы открыть новый локомотив. Ну и надо бы копить сейчас тогда деньжата, соединять Луисвилль, Индианаполис. Давайте, наверное, начнем с Индианаполисом. 146 тысяч стоит дорога. Придется подождать. Вот, отлично. Пошел Рос, наконец-то. Наконец-то. Так, меня волнует еще вот что. У нас здесь нет грузового, да? Состава. Ладно, давайте создадим локомотив. Либо-либо-либо... А, ну да, еще ждать нам будут очки инноваций. Так что по-любому придется. Вот, Толида Рост, отлично. Так, только грузы. С Толида... Чикаго. Поехал. Свободные пути ждет. Сейчас подождет и появится. Не понял. Так, у нас просто здесь нету сейчас этих... Отлично. Чтобы выезжали. Так, поехало мясо, поехало дерево. Я не знаю, зачем здесь мясо. Наверное, потому что сюда мы... Да, как бы не привозим скот, поэтому и мяса как такового здесь нет. Можно поставить достопримечательность. Давайте построим какой-нибудь университет. Дополнительные очки инноваций. Отлично. Так, 250. Дерево пока еще нет. Чикаго, Сент-Луис и Луисвиль. Так, у нас там по дороге сколько? 150 тысяч. Хорошо. Надо будет подождать. Так, Толида Рост это уже плюс. Это уже плюс. В Толида можно поставить какую-нибудь достопримечательность, которая увеличит количество людей, приезжающих в город на 20%. В принципе, любую можно построить достопримечательность. Абсолютно без разницы. Пышает удовлетворенность жителей. Покрытие спроса 10%. Это лучше бы поставить бы музей. Вот мы здесь с вами поставим. 200 тысяч требуется сюда. 150 тысяч сюда. То есть деньжата требуется везде. И как можно больше. Так, отлично. Можно, в принципе, построить дорогу. Вижу, что вам удалось расширить свою железнодорожную сеть на Востоке. Это больше, чем я от вас ожидал. Я слышал, что утвердили строительство моста через Миссисипи. Однако Миссисипи — это естественная граница, и мы должны с этим считаться. Постройка моста через нее может быть посильной задачей, но это слишком дорого. Так, мы вот здесь прибыли сейчас... Иначе вам пришлось бы поставлять материалы на строительную площадку в Рок-Эйленде и строить там еще одну линию. Оно того в самом деле не стоит. Ну, если желательно, конечно, бы надо с вами поэкономить. Что-то как-то здесь не очень экономится там. Куча мостов. 164 тысячи. Так, в итоге получается это самый дешевый маршрут. Как ни крути. Ладно, подождем. Подождем. Подкупим деньжатам. Так, Толида все растет. Замечательно. Спрос есть, все хорошо. Что у нас тут с пивом? Пива хватает пока. Ткани, в принципе, тоже хватает. Так что все, в принципе, тоже замечательно. Надо будет только сейчас дорогу построить. 170 тысяч. Придется копить. Копить. Так, что у нас там по операциям по банкам. Можно, кстати, будет еще взять один, да, за этот, облигации выпустить. На какую сумму? Почти лям. Трансконтинентальная железная дорога. Это неплохо. Это прекрасная мечта. Почему бы и нет? Но всегда приходит время очнуться. И вы очнетесь. Да-да-да, конечно. Так, строим. Потом надо будет сейчас туда здесь соединять. Все это красиво. Тихо, 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 тихо. Так, теперь сюда, значит. А, сейчас я не могу, да? Ладно. Объект используется. Объект больше не используется. Как-то вот сюда, да? Так, ну, в случае чего здесь подождать. Здесь, в принципе, если что, тоже подождать. Нам, получается, надо будет сейчас сюда доставить 50 грузов дерева. Первым делом в Рок Айланд. Вот этим сейчас мы с вами и займемся. Давайте туда кочегар. Что он дает? Надежность на 20%. Максимум скорости. Ну, давай пусть будет скорость. Ну, и охранника сюда. Везение? Везение нужно только новичкам и мечтателям, дорогуша. Так, все, дерево поехало. Замечательно. Здесь надо теперь соединить... Чикаго, Сент-Луис и Луисвилль, чтобы уже закончить этим вопросом. А до 54-го надо увеличить население до 100 тысяч. До 100 тысяч. Тогда строим, как я и говорил, здесь музей. Так, шмотки бы доставлять бы еще сюда, было бы классно, да? Так, соединяем, значит, теперь здесь. Мать, ты мне тут все перегородила. Я тебе вот так не перегородил. Точно, давай. Поставь станцию прямо в моем городе. Да, я поставлю. Мне надо. Знаете, сделаем такое сейчас кольцо. Сейчас по одному пути все это опустим делом. Значит, теперь надо в Сент-Луисе станцию, да? Вообще-то в этом городе уже есть моя станция. Но ничего страшного. Будет теперь еще и моя. Так, еще такая слегка подвинули. 200 тысяч требуется, да? Придется подождать. Так, пока есть очки инноваций. Новые связи. Так, открываем новый локомотив. Твой новый локомотив похож на победителя. Так и есть, он и будет победителем. Нагрузы поменять не хватает. Требуется много деньжат. Ладно. Тогда подождем. Давай-то сначала с дорогой заберемся до конца. Я хочу пустить по кругу поезд пассажирский. Чтобы он в каждой станции останавливался. И можно будет потом даже еще в обратку пустить, когда деньжат уже будут лишние. Будут курсировать два поезда. Так, здесь мясо. Здесь пиво. Доски. Пиво. Как-то так. Проблема из-за ширины колеи. Сколько стоит? 200 тысяч, да? Ладно, ладно. Подождем. Так, шло у нас там по дереву. Стоп. Мы еще не доставили до сих пор еще ни одно дерево? Мне надо именно дерево, не доски. Странно. Доставьте дерево в количестве 50 грузов в Рок Айланд. Рок Айланд. Вот дерево. Или все-таки здесь имеются в виду доски? Если здесь имеются в виду доски... То это тогда надо будет столить отправлять поезд грузовой. Что ж, у меня этот лот не вызвал интереса. Но рада, что тебе хоть в чем-то удалось победить. Для разнообразия. Блин, серьезно? Строи площадка. Сказано, дерево. Не доски. Потому что это же, получается, у нас сами доски. А, это тоже дерево. Отлично. Все-таки, значит, нужны доски. Так, а если нужны доски, мы, в принципе, отсюда сможем отправить поезд. Но он здесь не соединится, да? Так, я, кстати, уже могу купить. Вы расширяете свою железнодорожную сеть весьма далеко на юг. Вы уверены, что оно того стоит? Не знаю, но, наверное, стоит. Как бы желательно мне бы подальше, да, съезд сделать. Может быть, как-нибудь вот здесь вот. Так, как-то так пока соединяем. Так, здесь, наверное, тоже так же подождать. Здесь тоже так же подождать, как, в принципе, и здесь. Так, теперь... Поехали отсюда, да? Я тоже не могу объяснить, почему твой сотрудник внезапно захотел работать на меня. Переманивает, блин, моих сотрудников, да? Так, ну, тут, в принципе, нормальный путь. Меня, в принципе, он устроит. Пока как-то так. Ну и смотрим, что у нас тут по доскам в итоге есть. Излишек нет. Это плохо. Нет излишек. Дерево здесь очень мало. Как такового, в принципе, его, получается, нет. Поезд очень долго едет с деревом. Наверное, лучшим вариантом будет построить здесь какую-нибудь лесопилку. Так будет намного быстрее. Но на лесопилку надо будет иметь 400 тысяч. 400 тысяч на лесопилку. Так, что мне там с... О, отлично. Я могу, в принципе, еще взять. Не пустить облигации, почему бы и нет. Так, ну и... Первым делом, наверное, все-таки построить здесь лесопилку, чтобы ничего другого не построили. Ну и куда-нибудь ее тут в самый конец запилим. Дальше строим здесь станцию. Так, наверное, как-то... Вот так пустим... Дрова. Так, здесь... ТО. О, так, кстати, здесь еще тоже ТО построим. Теперь немножечко займемся семафорчиками. Отличненько. Так. Добавить локомотив. Давай еще машинистам. Только грузы отсюда. Сюда поехали. Так, бонус за скорый путь между Гранд Рапиц и Сент-Луис. Гранд Рапиц и Сент-Луис. Пока... Пока нет. Пока нет. Пока скоростным путем не занимаемся. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Надо будет тогда здесь расширяться. Так Станцию техобслуживания В принципе, еще можно будет построить, да? Станцию ТО Так Вот эти тогда надо два снести Здесь построить ТО Нет, не получится А не получится, потому что здесь дорога, да? У нас не вровень идет Так, хорошо Тогда пока эту дорогу мы с вами сносим Отлично Так Дальше Дальше, дальше, дальше Нам тогда сейчас сюда соединять на свой маршрут Либо здесь соединить этот маршрут, да? Да, это не очень удобно Нет, пока покупать ничего не собираюсь Как бы соединять Либо сюда соединить Здесь вот именно что обслуживание идет поезда Потом у нас могут быть с этим проблемы Ладно, как-то так Я смотрю, Толида стал довольно крупным городом Так, отлично 100 тысяч у нас-то есть, да? Это ваша железная дорога Оказала большое влияние на его развитие А ты сомневался, что ли? Друг мой Конечно, наша железная дорога Тут даже не обсуждается Так, в принципе, вроде должно быть нормально Давайте отправляйтесь Можем вот охранника, в принципе, поставить Машинисты несколько, чигара нет Так, давайте, наверное, вручную Отсюда Сюда И здесь разгрузка Ну, а, в принципе, можно потом быть на выбор Свободный путь Ожидаем Окей, хорошо Так, что у нас Деревяшки, в принципе, есть Дров сколько? Кстати, может быть, улучшить тогда здесь предприятие Расширить Чтобы было больше Досок Так, 200 очков у нас имеется Ты же не против, если я немножко подсмотрю в твои карты, правда? Поезда-музей украдено, да? Ну, зараза такая Так, здесь у нас тоже грузы, в принципе Вот этот бы, конечно, бы открыть бы локомотив Тогда здесь надо еще два, да? Можно быть сюда тогда? И сюда настольник Как-то так Зато уже теперь надо будет накопить еще 100 И сюда потом еще 200 Будем копить Будем копить Оставило всех позади Стоимость достигла 12 миллионов Это хорошо Необязательно задание все выполнили Осталось только перевезти 100 пассажиров из Толида в Омаха Без остановок Но Омаха пока еще Не соединили Потому что там мост не построили Так, теперь давайте думать Раз надо из Толида в Омаха Значит, нужен будет скорый поезд И нужно будет прямое сообщение Поэтому устроим здесь Дорогу Так Здесь какие-то проблемы Ладно, давай вот так И Сюда Так Так, этот перевез как раз у нас доски Не сломленный дух первопроходца Во Да, отлично Доски привезли Замечательно До 58-го года В принципе, должны справиться В принципе, должны справиться Как только Мост появится Так Так Ну, я, в принципе, хотел Получается здесь Кольцо пустить, да? Деньжата, в принципе, есть Давай тогда здесь Расширяемся Отличненько Так Теперь здесь, значит Сразу так же Ставим В это направление И В это направление Отлично Как-то так Можно, получается, и здесь Тоже поставить, да? Почему бы и нет Пусть уж туда Везде стоят Хорошо Так, длиннейший путь Толида Рейлвейс Путь длиной В 6000 километров Дальше Теперь соединяем здесь Сколько у нас Здесь мост Можно, конечно, что-то Сдвинуть 115 тысяч В принципе Пойдет Так Ничего я не покупаю Один из твоих поездов Сломался Так Стоп 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 Раз Потом здесь на пути Два Здесь на пути Три И здесь четыре Теперь по Семафорам Так Как-то так Еще бы, конечно, бы Станция ТО построить Да? В каждом городе Желательно бы Ох 80 тысяч Это, конечно, многовато Так Так Что у нас там с деревом? Только пока 8, да? Обслуживание идет ТО здесь тоже есть Угорь здесь, кстати, нет ТО, да? У нас Пусть будет Так Ну, давайте пока пускать ТО у нас Скорый, да? 75 километров Только пассажиры Чикаго Поехал Так Здесь еще 218 тысяч За соединение В принципе Можно будет сейчас соединить Почему бы и нет По деньгам Не так уж много-то и выйдет А заработаем И прилично с вами Неплохо И теперь, в принципе, можем Будет построить Тогда здесь везде Так, это не мое Здание ТО Чтобы, если что На каждой станции Могло все это дело Ремонтироваться Неплохо Неплохо Так 200 очков инноваций Значит, берем здесь Сюда 100, да? Груза Надо же Этот новый локомотив Впечатляет Так Ну и сюда, наверное Подкупим еще стольник Так По поездам Ты у нас груза Ты тоже груза Ты у нас скорый Вот он, скорый Который на 75 километров Да? Немного жульничества Добавляет пикантности Нашей маленькой игре Так У нас только тут Охранники одни Так Бухгалтер Успешная аукциона Ну Так себе Ну ладно Пусть будет Пусть будет Так У нее тут получается Склад, да? Стоит Или это просто Станция такая А, нет Нет, скорее всего Просто станция Которая Сразу две эти Фермы обслуживает Ладно Так Что у нас там С конкурентом? 4 миллиона Против моих 11 Чтобы купить Надо 70 с половиной Миллионов иметь Мясокомбинат Нет Не интересует Максимальная стоимость Облигаций достигнута Так Что-то было А, это как раз Продавался Хорошо Что у нас там С досками-то? 16 16 Надо Побыстрее бы еще Как у нас С производством Досок-то? Ну В наличии есть Хватает Так что все нормально Главное только Чтобы он Побыстрее ездил А так В принципе Все пучком Так Уменьшает Все со мной Все со мной Мать Все со мной И кошельки И все остальное Ну только дерево Да Доставить И 100 пассажиров Перевезти Из столида В умаху Так А у нас здесь Столпотворением Я вот что думаю Может быть Мне тогда Вот здесь Все это Разобрать Опустить Прямой Путь Вот здесь Вот И соединить Вот здесь Все это дело Мне кажется Это было бы Намного лучше Быстрее Будет дело Происходить В чем проблема А Не подожди А в эту сторону Просто ты не развиваешься Да Давай пока Путь Так сказать Приобретем Здесь проблема С башней Обслуживание Скорее всего Да Она в эту сторону Не развивается Тогда мы сейчас Ее снесем Блин Объект используется Чем используется Понятно Придется Подождать Тобо Что используется Блин Ее мое На полпути Сломался Блин Да Наконец-то Так Продолжаем Или это Замоста Блин Серьезно Замоста В чем проблема Блин Я всю дорогу Снес Молодец Красавчик А что нельзя Что ли Три моста Подряд пустить В чем Сложность Блин Реально Нельзя Вообще Прикол Ну Получается Можно Да Да Расширяется Здесь Вот Блин Лажа Какая Вышла Ладно Значит Так Что-то Дело Соединяем Здесь Все Все Дело Остается Здесь Тоже Все Это Остается Это Конечно Меня Просто Поражает Ну Да Ладно Так Ну И Здесь Придется Поставить Семофорчики Здесь Ожидающий Здесь Ожидающий В случае Чего Так 200 очков У нас С вами Имеется Берем Надо же Этот Новый Локомотив Впечатляет Так Попробуем Поменять Сейчас Локомотив Как я и Планировал Сначала Конечно Скорые У нас Тоже Грузы Грузы Скорые 65 Вот он Скорые 75 На все Скорые Так Это Поменяли Теперь Грузы Серьезно Миллион Восемьсот Офигеть Миллион Восемьсот Требуется Замена Блин Грузовых Всего 19 Миллион Восемьсот Цена Конечно Уменьшается Но Миллион Восемьсот Это Очень Много Пока Не Меняем Так Что у нас Тут С дровами Почти Наполовину Уже Завезли Почти Наполовину Уже Завезли Пока В избытке Все Все Хорошо Замечательно Так А где Здесь Поезд Который Должен По идее Курсировать Вот он Курсирует Отлично Отличненько Можно Еще Грузовой Пустить Поезд Либо Уже Дождаться Миллион Восемьсот Офигеть Отлично Да Как Как То Не Особо У меня Во-первых Таких денег Нет Вообще Сумасшедших Денег Ладно Давайте тогда на сегодня Прервемся Нам В принципе Стало совсем Чуть Чуть Это Перевести Еще Половину Досок Все таки Не дерево А досок Я думаю И Потом Соединить Все это С Омахой И отправить Туда 100 пассажиров Из столида Прямым путем Хорошо Этим всем Займемся В следующей серии На сегодня Все Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Пишите Комментарии Вступайте в группу Вконтакте Все ссылочки Под видео С вами был Зарбабай Спасибо за просмотр Увидимся В следующих прохождения Всем пока